Итак, лекция о зарождении Хироганы. Можно ли интересно рассказать людям, которые, возможно, не знают, что такое Хирогана, о ее зарождении? Это, конечно, вопрос, но я попытаюсь сегодня это сделать. В этом слое есть моя любимая буква R, поэтому давайте просто все в голове сделаем, что я ее каждый раз произношу. И у нас есть славы, которые в этом плане могут нам помочь. Итак, поскольку не все, ну, мне кажется, так мы знакомы с тем, что такое Хирогана, в ображении большинства людей японцы используют иероглифы для весна. Что это еще за Хирогана? Хирогана — это не то же самое, что иероглифы. 7 минут лекции где-то, там, с 16 или 8, половина я подачу на водную часть, и вторую половину уже, собственно, нашу главную историю про зарождение. Итак, с чего же все началось? В принципе, японцы по отстановлению своего языка, они похожи на нас, так как, как вы знаете, Киевская Русь, наши предки, заимствовали письменность в Ульзантии. Мы не придумали наши футболы сами, Киеву мы входили, съездили в Константиновый, через Болгарию, привезли нам к кирилльцу. Тем же путем большие многие народы, в том числе и японцы. Ну, не поменьше выбора, куда ездить там. В основное государство, рядом, ближайший сосед, окон, Китай и Карелия. Именно из Китая, транзитом через Карелия, появились иероглифы, и это случилось в период АСКО. Ну, АСКО, да, это для иллюстрации, если есть люди, которые знают, не это АСКО, а так называлось местность, где бы вас концентрировали в тот момент власть Японии. Это пятый век нашей эры, чтобы вы понимали. Мы не знаем точные даты, мы не знаем имен, как в случае с Киевом мы входим. Просто устанавливались контакты с Китаем, и в какой-то момент мы уже замечаем, что появляется Кангун, китайский текст, на котором уже пишут японцы, которые мы уже находим мускрипты, там, древнеяпонские. То есть прошло заинствование иероглифы, и у иероглифов появилось по два чтения, японское и китайское, то есть само по себе или использующееся в сочетаниях. И по сей день у каждого иероглифа как минимум два чтения. Итак, вот где-то в районе пятого века Канзи заинтересовался. Чаще вы услышите от япониста слово Канзи, не иероглиф, а именно Канзи. Это более такое японское название, что подречает китайский иероглиф от египетских и других, чтобы не было путаницы. Канзи означает, наверху вот это написано иероглифами, ханьские знаки. Потому что вот в Китае появляет династия Хань, и вот этот левый иероглиф сверху, это Кану, то есть китайский, и чьи это знаки? То есть китайский пункт. Схематически вы видите, как такой довольно Китай, дает канджи Японии. Вот это биографы Китай, соединенные земли, потому что Китай считал себя соединенными землями, не в смысле между Казахстаном и Японией, а в смысле между небесами и варварскими народами, то есть все они, которые не Китайцы. То есть небеса, небесные и варварские земли. Поэтому соединенные земли и Япония, вы видите вот эти два иероглифа, солнце и источник, страна восходящего солнца. Так Японию тоже назвали именно китайцы, потому что если смотреть из Китая, то солнце будто бы восходит из-за Японии. Поэтому я называю НИХОН, страна восходящего солнца. Но иероглифы, несмотря на заиксирование, возникли трудности в применении, потому что японский язык во многом похож по структуре и на наше. Там изменяемое окончание. Как мы говорим, допустим, делаю, делал, сделали, делала, делал. Мы понимаем число, род, время за счет того, что мы меняем суффиксы, префиксы, и, грубо говоря, аффиксы вокруг корня. Кое дело, и вокруг него мы меняем. И то, что такой же японский язык, и представьте, как привозят иероглифы. Это абсолютно то же самое, как если бы нам с вами повезли иероглифы, князь с Валентой Женевской китайской княжней и сказал, извините, ребята, теперь вы будете писать вот этими буквами. И вот, чтобы что-то просто выкручиваться как-то, потому что они не ложились как вести. И китайский иероглиф на японский язык. И появился первый выход. Ван Йоганна. То есть уже попытка создать собственную астку. Как это получалось? Ван Йоганна была попытка взять некоторые иероглифы, как, например, вот этот, и использовать их как буквы. Так, наверное, и мы бы поступили в этом случае, если бы нам произвели иероглифы, и сказали, ребята, пользуйтесь. Было взято где-то 40 знаков, и они использовались как буквы. Это иероглифы 2, мир, гармония. И он использовался просто фонетически, как слог 2. Это инскрипции слов. Эта азбука оставляла возможности до каких-нибудь шуток. Например, конечно же, старая, добрая шутка «Кукушка 81». И как я думаю, старая, я серьезен, потому что это шутки 1020 лет. То есть посреди у сварника поэзии Ман Йон Сю, внезапно поэт пишет «Кукушка 81». Что это значит? Я тоже не считал «Кукушек в лесу» в описании природы. А все дело в том, что 81 – это 9 раз по 9. А 9 по-ябонски имеет чтение «Ку». То есть поэтому очень страшно, что «Кукушка фу-ку» поет. Вот так расшифровывается. Такие чтения называют «Фузак и Йоми». То есть шутка – это же колобур, шутка чтения. Вот, но для этих шуточек Ман Йон Ганна отлично подходила. Но в целом вот каждый раз разграть такие колобуры было тяжело. Были в тот период, вот это уже прием «Нара». Были тексты написаны наполовину на китайском, но с некоторыми японскими правилами. Хантай-кампун были вот, где вот часть хирогриха в тексте понималась по смыслу, а часть фронтической, как вот с кукушкой и прочее. Но это не могло быть решением. И появляются уже собственные японские азбуки. И одна из них, так сказать, соседка, хироганная, о которой мы сегодня будем говорить, азбука катакана. Это уже уникальная японская азбука. Китайцы ее уже не сможет прочитать. Но не узнает хотя бы внешне, как это выглядит. Здесь уже все. Потому что катакана произошла путем сокращений. Студенты из Японии, когда они ездили и учиться в Китае, а в Китае буквально взаимодействовали, куда ездили и науковые, и наследовалось очень много всего, они конспектировали. И в конспектах, как и мы с вами, они делают сокращения. Да, как мы пишем «Свгл» в конспектах. Потом открываем конспекты, пытаемся понять, что же мы сократили. И в зависимости от области это может быть как успешно, так и нет. Так и катакана произошло из вот этих конспективных сокращений японских студентов. Например, вот слева иероглиф «на», который нам, иероглиф нашей предыдущей, использовался фонетически, как «на». И вот из него всегда вот это горизонтальная черта и левая и верхняя, они спадающие, чуть-чуть более зонтые. То есть, такие студенты, видя вот такой значок, он в себе в голове, как иероглиф, который начинается с горизонтальной, потом вот так, это «на». Это «на», и идем дальше. И вот так, они шифровые конспекты. И постепенно это стилизовалось в отдельную, уже уникальную японскую лазму. Но на плане единственной, в районе с этим, появляется вторая азбука, о которой пойдет речь сегодня. Хироган. Хироган, она творилась руками женщин. Почему ее еще иногда называют «он надэ», то есть начертанная женской рукой. Потому что студентами в Китае были в основном мужчины. Женщинам путь высшее образование, образование, науку, управление государством, тогда в Японии был закрыт. И у женщин, можно сказать, был свой алфавит, который пошел несколько другим путем. Почему, собственно, был закрыт? Это тоже влияние Китая. Потому что изначально в Японии не было власти традиций, в которых там женщина была как институционная на пониженных правах. Такого не было. Но заинствуется всегда ведь целый глаз. Допустим, мое отчество Константинович. Константинович, а Константин — это типичное византийское имя, хочу заметить. И если вы же сюда никому види странной формы волосатогое здание с такими штуками крестообразными на крыше. Что это такое? Это византийское направление христианства. То есть всегда византийское опоздание на луку ему уходит. Всегда заинствуется целый пласт культуры, когда одна страна выступает донором для другой страны. И точно так же в Японии пришел конфуцианство, дзен-буддизм. То есть очень много интересных вещей, которые как-то и комментируют жизнь японцев. Очень иерархическая структура, что там только есть определенные цвета, позволенные только знатным людям. Алые цвета не могли носить просто люди, например. Вот все это пришло в Китай. И поэтому женщина стала создавать свою собственную плавить тоже на основе китайских реоглифов, но женщина пошла таким путем в ациклописном стиле Цао Шу. Цао Шу – это если вот такое, в гости пригласите япониста, вы его себе напоите и попросьте в этом состоянии написать вам сложный реоглиф, например, Ниланхолия. И вот то, что он напишет, это гниографически стиле Цао Шу. То есть очень небрежное письмо, когда мы в Финфе... ...вы просто торопились. Это китайские реоглифы на уши. И вот это обычная проба йоглифа на, которую вы, думаю, помните, в предыдущем славе дискограны. И вот в Тао Шу, кроме места сложного элемента, просто петелька ставится диск. Ну, петелька, вы помните, что там в середине, но мы торопимся так и напишем петельку. И из него вот уже появился справа это знак хироглифа на... Который уже, естественно, китайцы не узнаем, потому что вот эта часть она уехала, видите, влево, палочка удлинилась, петелька уехала вправо, а вот эта ниспадающая черта поднялась у нас на столе. И появился уникальный знак на... И таким образом то, что вот такой плавный-плавной информацией через Цао Шу появились знаки отзвуки хирогана. Посмотрите, даже если бы я не объяснял, это моё имя и фамилия Борис Мороз, написано сверху, и то же самое написано снизу. Двумя разными азбуками. Также, если бы вы не знали, если бы вас так спросить, какую азбуку здесь придумывали мужики, какую половину столетиями разрабатывают женщины, это довольно очевидно. Посмотрите на эти прямые острые луны, ни одного лишнего небослого элемента в катакане, и очень плавная линия, эстетика, петельки, завитушечки. В катакане нет ни одной петельки. А тут, ну, с петельками же для себя. Даже если они гермассованы, с точки зрения, допустим, азбуки. И очень нежная эстетика отзвуки хирогана, которая пойдёт речь сегодня. Итак, это была вступительная часть. То есть, в эпоху Хая уже развились катаканы и хироганы 800-е и 900-е годы. Не тысяча, просто 800-е и 900-е. Но появились проблемы. Потому что в Японии вся знать разговаривал на китайском языке. То есть, японский язык потихоньку даже выходил из употребления высшего света. Как, допустим, в России 19 века рассказать в начале 19-го говорить по-французски, и перво-очень детей учат французского, русского просто. Мы живём в России, давайте ещё и русскому, конечно, тоже учат, но язык России, мольера, язык модных салонов. Это язык Франции, язык знать. Или даже если не ходить в Россию, вот, как-то раз вы говорите, Шевченко, Котлеровского, многие говорили, что ж ты пишешь на языке простонародье, да? Потому что же на русском, это язык простонародье, язык мужичья. Точнее так же японский, сложно поверить восприниматься в самой японии. Как язык простонародье уже, язык мужичья. то, что все знают, говорили на языке Китая. Переписк релось на языке Китая, документация релось на языке Китая, и поэт японский в основном писали на языке Китая абсолютное большинство. Можно сказать, что китайский язык, вот схематически опять же, посмотрим на эту кратику, то есть японский язык был просто почти полностью подавлен языком соседей большой страны, которая на тот исторический момент культура была мощнее. И принц Чудоку, японский, в тот момент пишет, что если в Японии не найдет в себе силы объединиться, то она просто станет колонией Китая. Туда бы им ждут особицы, всякие разборочки. И казалось, японскому языку придется очень туго, придется очень тяжело. Но в 936 году в Самурайском замке в отдаленной провинции Тоса на бумагу легли строки, которым будет суждено все изменить. Посмотрим на них. Вот. Вот я, женщина, решил попытаться написать то, что называется дневником. И, говорят, мужчины так же ведут. Именно эти строки приводят ситуацию в пользу японского языка и японской литературы. Эти строки были написаны мужчиной. И, что, возможно, кого-то из вас удивит, и на момент этого, в 1936 году, ему было 60 лет, когда он написан 60-й мужчина. Это был губернатор, правительство Тоса, его звали Кино Цура-юки. В чем же дело? Почему Кино Цура-юки начал вести дневник и еще от лица женщины? Дело в том, что он чувствовал себя очень неудовлетворенным в своей жизни. Он никогда не был удачей как чиновник при дворе императора. И в 60 лет его назначили за губернатором дворецы и отдаленный такой непрестижный Тоса. Знаете, как бы мэром Кременчуга. В принципе, это не плохо, но человек хотел лучше. Вот. И заткнули дырку просто. Полиции, буду говоря, и он в 60 лет жизни уже наисходит, и он чувствовал себя безобидкой ничего, если бы он вести дневник. А многие дневники, на китайском, конечно же, официозные, потому что если я буду писать дневник честно от души, познать себе смеяться, плакать, говорить, как я всех ненавижу, как мне все достало, писать себе нежные стихи. Ну и стоит в том, что съездный мужик с мураком граната не может писать в своем дневнике. И он решил писать это от лица вымышленной женщины, чтобы выплескивать в этот дневник свои эмоции, свои переживания, то, что у него наполело. И он был поэтом, он был поэтом всю жизнь, и он решил записывать туда тоже стихи от лица женщины. Например, вот этот. Одна из многих сохранившихся, приблизительно может увидеть его внешность. Вот так он выглядел, когда начал писать дневник. Итак, вон один из его стихов. Путников и тех, кто остается. Одни и те же реки рукава. Вот только берега их так намокли. Это оцепка, потому что при прощании с ранимым человеком, который куда-то уезжает, люди плачут. И вытирают слезы рукавом. Берега их так намокли. И у него была достаточно такая красивая, трогательная поэзия. И помимо этого вот этой самой вины, в обожаемой женщине в дневнике, он проживал свою жизнь. Проживал события. У него умерла шестилетняя дочь в болезни внезапную. И он от лица женщины, то есть он, конечно, самураевно стойко держался, обедел, позволял себе плакать, переживать. От лица женщины он пишет такое стихотворение, забывшись, словно живой, спрошу, «А где?» «Как тяжко». Такая концентрация боли человека, который вспомнил «А где?» его шестилетняя дочь. И все его стихи, они вот подкупают людей своей искренностью. И он, будучи человеком чисто любивым, их издает, как дневники неизвестной дамы, как записки из тосты. Понятно, что знакомые знают, что это губернатор, а так по Японии, естественно, люди этого не знали. И они начинают распространяться. Эти богатства останка еще нет. Поэтому люди по всей стране, которые захвачены вот этими его стихами, его талантом, они начинают переписывать эти стихи. А он вел книг от лица женщины. То есть он писал чем? Конечно же, хироганой, женским нежным алфоритом. И по всей стране, в Японии, люди начинают переписывать хироганой его стихи. И чиновники, и их жены. И хироганой начинает оживать. Он показывает, что хироган – это тоже язык литературы, язык поэзии. И с копированием его текстов хироган начинает оживать. И более того, как вы понимаете, появятся родители. Многие дамы, увидев какой замечательный дневник, как женщина пишет, сказали ту же самую фразу. Почему вы мне тоже не начали вести дневник, как мужчины ведут? И по всей Японии женщины начинают вести личные дневники. Особенно знамные, у которых интересная жизнь, писать стихи. Естественно, тоже они ведут его хироганы. И, конечно, кто-то из этих женщин и увеличил свои литературные способности, но кто-то абсолютно нет. Уже в следующем покоении появляется Шон Сонагон, записки у изголовного, у Осаки Шикибу, тема для отдельной лекции, которая напишет замечательную Гензи Моногадари, первое фундаментальное произведение на японском языке, то есть мы получим уже целое покоение женщин в литературе, которые будут приображены красотой стихов, написанных на японском. Таким образом, можно сказать, что родимая душа губернатора в своей юге вдохнула в японский фундамент ту жизнь, которая ему хватает до сих пор. Если сейчас даже зайдем в японский интернет и посмотрим на кое-нибудь будничные фотографии из жизни в Японии, то что мы там увидим, кроме огромного медведя, кроме нижнего угла и увеличенный формент вот этой надписи, это хирогана. Доруми Крути, тут написано, это такая вот, я в храме, где разыгрывается гадание, чтобы вытянуть круглую дорогу и узнать свое гадание. Но суть в том, что это написано хирогана. И хирогана один из самых активно используемых в Японии алфавитов, в котором записываются вот эти суффиксы, аффиксы, окончания, о которых я говорил. А катакана тоже осталось. Ужское письмо также осталось. Оно используется для транскрипции иностранных слов. Транскрипции слов, для которых не придумано каких-то японских риогов. В нашей имени, фамилии, названия нашей страны все это японцы будут писать катаканы. И катакану в школе детки учат первыми. Потому что она простая. Никаких лишних шлифов, вы помните, все строго. А ведь Иван и хироган учат уже вторыми. Вот они живы по сей день, благодаря поступку этого губернатора Цула Юки. Таким образом, мы можем вынести два основных урока, что, во-первых, стоит поддерживать одно язык, одно культуру, даже если они находятся не в самом лучшем состоянии, как находиться во времена кино Цула Юки. И во-вторых, не поздно совершить что-то выдающе, выдающееся, даже когда тебе уже 60 лет. Ты можешь еще поменять всю историю своей страны и своего языка. В этом возрасте и человек считает себя неудачником. в 60, если вдруг в 60 уже все еще не совершили великих поступков. Никогда не поздно их совершить. Это была лекция о влиянии личности на язык. Меня зовут Борис Морозов. Спасибо. Можно дать им так вкусно, да? Хорошо, да? Если можно, мне такой вопрос. Первый вопрос. Вот, ты говорил, по всей Японии начали копировать это произведение. А какой был уровень грамотности тогда среди населения? Да, уровень грамотности, что отличает Няпония от Магистана, был высокий уровень грамотности у крестьян и простых людей. То есть, японское поэтистство считало сразу, что не было вот таких законов о бухартиных детях, ничего такого, то есть, он грамотно старается распространять. И уже крестьяне, есть там наказательство, что были грамотные крестьянские семьи и переписывают даже в простонародье вот эти стихи. То есть, уровень грамотности был высокий. Позже, во время Сусимского сражения, например, японцев в 19 веке, в начале 20-го, поразит, что среди русских пленных солдат очень многие безграмотные, не умеют читать, люди взрослые. И японцы даже будут для русских пленных выставить курс русского языка и приглашать людей из миссии. Ну, это была очень благородная война, очень хорошее отношение к пленным было сомнистра. То есть, уровень грамотности в Японии, как раз, всегда стараясь поддерживать на уровне. И вторая часть вопроса, да, сколько после начала написания этого дневника, если бы Кино Цураюки, сколько он прожил? его даты есть, я не стал копировать его даты. Сколько того он... Это на википеде можно посмотреть, но это непосмертно, то есть, он еще прожил, по-моему, лет десять. Я точно, не знаю. В какой объем получается будет его дневника? Ну, его легко можно найти полное содержание в интернете, есть разные, правда, переводы, мне не всегда нравятся как переведенные стихи, конечно. Ну, несколько десятков стихотворений, они перемешаются такими вот вставками о его жизни, то есть, там не одни стихи, там вот описание жизни, вот кто-то сложил стих, или эта женщина сложила стих, или кто-то ей сложил. То есть, в основном, это именно дневник, но дневник тоже интересный по-моему. Спасибо. Так, ну, давайте. Давайте. Да. Вот скажите, пожалуйста, Акина Цураюки, он до того, как начал писать этот дневник, он не был известен как поэт? Ограниченно известен был. Ограниченно. Но те, кто читали, они знают, что это он. Это был как дневник и спрос. Ага. Ну, то есть, да, но он не был успешным поэтом. Ну, опыт стихосложения у него на тот момент уже был. Да, да. Он был опытным поэтом, и перед вами он занимался воноком именно, как вот стихосложением. Более эффектной карьеры у него он был таким перед вами поэтом. Да? А какие сейчас вообще перспективы у иерогетического письма? Ну, к современному и техническому. По сравнению с людьми, я знаю, свои языки развиваются в сторону упрощения, как келетро-ганалитар. Как вообще вот иероглифы вырезеприруют от техническими словами? Ну, иероглифы вполне... У них есть свои плюсы, свои минусы. Безусловно, огромное количество упрощающих реформ прошел японский язык. Были реформы мэйджи, когда мы выкидывали шли знаки хироганы, чтобы там буквали не писали с 25 разными вариантами. Были реформы 46-го года, но пока практически одни из самых упрощающих. То есть японский язык на данный момент очень упрощенный. У меня в данный момент есть лекция, почему японский язык такой простой. И там я рассказываю все упрощающие информы, которые они прошли. И если говорить глобально в реографическом письме, то здесь понятно, что в Китае у него одни перспективы, потому что, естественно, в данном случае в Японии оно вот так как-то встроилось в чужое, органично встроилось в культуру. Я считаю, что перспективы вполне есть. Они тоже помогают. Допустим, такие слова, как гидроэлектростанция, электроградиограмма, они пишутся в 10 раз короче за счет коротких чтений и реографических сочетаний. Твиттер... В Твиттере японцы можно написать в бояме просто. Моя идея, кстати, в японские твиттерсы хотим до 16 знаков. Потому что 16 знаков это абсолютно адекватно. Потому что каждый может быть словом. Да, пояснилось, что вы можете написать 100 там, 40 с чем-то. Так что я считаю, что есть свои плюсы. И, конечно, не будет там 10-20 тысяч вязательных игроков. Но 5-6, как вот сейчас в современной Японии, 5-6-7 тысяч, они как раз теоретически хорошо работают. И, я считаю, по-другому. Еще что? А QR-коды адиаты придумали вообще? Про QR-коды ничего. Если у вас здесь есть этишники, они могут ответить вопрос, я не могу сказать. Мне интересовалось тем, кто их придумал. Японские дети начинают писать примерно так же быстро, как русскоязычные, лябовоязычные, или позже? С какого возраста? Да, с какого возраста японские дети начинают писать. Как бы в аналоге нашей катамизины группы уже я точно знаю, прописывают катакану и игры. Я приложу некоторые игры для детей. Знаете, беру халатурку и там у игр все слова даже, которые пишутся нормальные, японские, они прописаны катаканами. То есть, вы как для маленьких детей ощущение на то, что они точно знают катакану. Возраст 7-8 лет. Ну, совсем именно маленький. Вот. Ну, наверное, такой же возраст сначала. Весь молодые иероглифы они начинают учить уже. Иероглифами идут по классам школы, это уже такая с третьего класса. Уже такие изначально. Да? А вот, допустим, в периодических изданиях, если мы возьмем японскую газету, там она вся написана одной азбука, или там, допустим, другая хироганна, или хироганна, там, допустим, где же это вообще не используется? Как я уже сказал, как я уже сказал в интерлекции, хироганна используется для изменяемых окончаний. То есть, есть, допустим, поэринг, и он записывается иерогами. Допустим, ити, да? Икул. Дальше мы меняем знаки хироганны, важным иерогами по поэрне, и получаются разные слова. Икул. Пошли. Икул. Ну-ка, погнали. Икул. Постоянник. Мы меняем окончания, и умеваем разные формы. Допы, и венчатые. То есть, в любом тексте, который в газете, в любом тексте, который вы возьмете, вы увидите, что там есть и катаканны, и хироганны, и хироганны. Это абсолютно в большинстве случаев так. Если у вас выйти манду, то часто там будет катаканны, даже там, где и не нужно, потому что считается, что катаканны – это круто. Пробесы где-то, и слава ею, она выглядит более круто. Вот. Но в любом тексте будут все прилили письменности. Они дополняют, не от такого, что это хироганны, не от того, что это хироганны. Если можно дополнение небольшое, японская цель будет очень хорошо интегрироваться в техническую литературу. В частности, есть куча японских журналов по разным литерам химии, в том числе даже есть индиотическая система Ниделеева, в которой некоторые элементы написаны своим собственным иероглифом, а некоторые, собственно, азбукат, то есть с логово. Поэтому все хорошо с интеграцией. Я проверял. Ну да. Индеграция привычная, да, это завершая интеграция химии, к нему можно привязать. Да. У меня достаточно вопрос. Цент свой вопрос. Японцы используют антицизм или прочие названия слова для форсинерных вещей, например, «ждэнс», 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 «ждэнс». Ну, это понятно, это заинствование, глобализация, почему приходят иностранные слова, они приходят и на «совый имидж», мы его не переводим, «совый бейджик», мы не переводим, то есть такие приходят, а те слова, я думаю, они будут переводить слишком давно, они переводились еще в начале XX века, когда было принято переводить все. Когда еще было слово, когда не было такой свободы, попробуй только, скажи, имейти, вы уже можете его получить в арминаторах диктатуры в Японии. Да. Рисэн, сугар, дискретное начинание для русских. Ну, Рисэн, да, это же вот тоже можно разложить на состояние там папа, логики, все эти пуцуиганку, и там квантовая физика, они как раз хорошие, это как... Это более родные японцы, и японцы также были более понятны, как более родные. Японцы мне больше интересны, чтобы мы понимали, да, японские термины. Для них это как раз более простые понятия, о том, как они пишут квантовую физику, как они пишут атом, и так далее. Они старались думать, в первую очередь, на себя. Ну, это просто как упрощение, если кто-то щекану, с дайвы, и так далее. Так, секундочку, да, с задних рядов. Погромче, если можно. Скажите, а как удается на расплату компьютера внести? Не нужно. Мы вводим просто... Есть официальная транскрипция японского языка, латиницы, романчи, и мы вводим на латинице, звучание того или иного качи. Мне удается в такой список там, по номерам, от 1 до 9. Я просто так клацию выбираю, а там они по употребимости идут, поэтому часто первый вариант, который мне предлагает системон первый. То есть я вложу латинскую транскрипцию на обычной латинской раскладке, и компьютер мне подсказывает, что я имею в виду из иероглифов, которые так читаются. Часто такая же, они тоже очень романчные, и есть еще хироганская. Ну, хирогану 40 знаков, и хирогану можно полностью записать в любое слоте. И точно так же можно его записать хирогану, 40 знаков вложаться на плавиабу или катакану, и компьютер точно так же будет подсказывать вам чтение, как если бы я играл на латинице. Просто для нас удобнее на латинице есть. То есть 40 знаков в азбуке, вот про которые я говорю, они отлично ложатся. И просто, если нужно поменять на иероглиф, чтобы не было двусмысленности по чтению, много одинаковых по чтению, то меняется на иероглиф. То есть вот хирогану, хирогану и катакану, там нет иероглиф. Да? Как больше сначала мужчина, он третий поднял? Вот так, хорошо. Я правильно понял, что китайский язык, который отражал та азбука, которую японцы заимствовали у Китая, он отражал не аффлективный язык. И фактически вся эволюция японского языка это попытка адаптировать вот эти вот неприспособленные для японских окончаний таких приставок, суффиксов, знаки под... Нет, это было сразу же сделано. То есть вот эта азбука она была сделана просто, чтобы, да, сделать... Да, рефлективно, да, неизменяемое абсолютно, да. Он же был совершенно нормой комбинацией его, там другой чуть-чуть. Да, азбука она была создана именно для того, чтобы мы могли менять окончание и говорить, сделала, сделала, сделала именно для этого. Да, у меня два вопроса. Первый вопрос касательно того сборника, который был публикован. Мне интересно, это был сборник именно мастерков, который публиковал... Ну, нет, а как дневник из ТОССы публиковалось, как записки неизвестной дамы из ТОССы, который... Если бы публиковал весь дневник, это такой себе прообраз уже жертвы, наверное. Ну, да, тогда вот приходилось, да, это были девятисотые... Не знаю, был популярен, планированный. Это было просто интересно, интересно. Да, и второй? И второй вопрос. Всем известная форма стихотворения может быть на крайне появились до или после того? тогда вот в Ман Юн Чу, которая описалась в Ман Югана, как раз сложились формы 575 и еще там некоторые другие, они сложились именно в тот период, в девятый век. Как раз тогда родилась японская поэзия, то есть только они получили язык, и сразу же вспыхивает поэзия, как будто вот люди только ждали, и когда, наконец, смогут записать все эти красивые мысли, вот, наконец, у них появилась такая возможность, и тогда проводились уже в девятисотых, когда же устроен гипоэтические игры как-то первая столпа задавая тему, допустим, любовь, смысл жизни, и все там 575, 757, и вот кто первый собьется, тот проиграл, кто выпал из трофей, вот так вот. Так проводили придворные поэты часто вечера, то есть аналог наших поэзийских поэзийских, уже тогда и существовало как раз так. 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 Да. Вопрос. А как сохранилось, ну, собственно, историческое авторство Цура Юки этого дневника, если он его издавал, ну, как бы, дневник неизвестной женщины? Ну, все его знакомые, все через кого он это дело уже знали, то есть все его не знали. И те там это писали, да? Ну, все конечно, да. Те, кому надо, те знают, что это губернатор. Никто, естественно, не бегал, никто не хотел решить проблем, хочет, но говорят, но кто, да. Так. Те, кто хранит за товарищем вопросов, ну, это сохранилось, действительно, что что именно макро было именно вам. Так. У нас еще есть? Ну, последний вопрос. Как вы считаете, хотя бы, если и поэзийских поэзийских поэзийскому развитию более абстрактного форма, или он уже чувствует заставить? Ну, что вы имеете за то, что развитие более абстрактного форма? Ну, как бы, абстрактные, заставить, статус? но, япония прошла два этапа формализации, достаточно непростой. Я думаю, японский язык, он будет находить гармонию с остальными языками, которые есть. Какие тенденции в мировом языковом Но об астанских упрощениях, может быть, в чем-то констракции, они же будут касаться японского. Япония уже не является такой изолированной страной со стороной, поэтому, конечно, я думаю, общие тенденции будут поддерживать. Сложно сказать, именно речь идет о неком астрактном языке или, наоборот, движении туда. Я думаю, где-то в сторону общей тенденции азиатских языков плюс спиянием английского, которые тоже благодаря, благодаря высотеству в Америке, тоже достаточно сильное влияние английского языка тоже принято. То есть просто в этом направлении развиваться. Вопросы много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова